Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Друзья, привет! Хочу рассказать такую ситуацию. Мы здесь собрались с тремя машинами. Nissan 4WD бензиновый двигатель. Какой гима двигатель? 1.8 1.8 Toyota с двигателем 1.8 И взяли еще русскую машину, тоже бензиновая, с двигателем 1.5 Смысл нашего собрания? Потому что сейчас в России некоторые дистрибьюторы... Да меня снимают. Некоторые дистрибьюторы вовсю пытаются разрекламировать вот этот вот продукт. MPG Cups и MPG Boost. И все в один голос говорят, что данный продукт продлевает жизнь двигателю. Продлевает жизнь двигателю. Экономит топливо практически до 30%. Но якобы это надо делать в совокупности. Вот с таким продуктом, который называется MPG Max Pro. Который прочищает саму систему топливную. Только после этого появляется якобы вообще 100% результат. Но прочищать мы сегодня ничего не будем. Я у одного дистрибьютора компании FFI купил MPG Boost. И купил Max MPG Cups. Для чего я это сделал? Машину, конечно, жалко нам всем. И русскую, и японскую. Но, по крайней мере, нам очень интересно, правда ли это. В интернете написано очень много всего интересного. Кто-то пишет, ни разу не попробовав, что это лох развод. Кто-то пишет, я уже целый год катаюсь на данном продукте и только радуюсь. Соответственно, пока не получим личный результат. О чем-либо говорить просто нельзя. Также, почему я решил попробовать все-таки? На одном из сайтов, который называется автодва.ру, насколько я помню, если мне память не изменяет. Там парень, который этот продукт вообще не попробовал. Пытался рассказать, что он совершенно не работает. Что это очередной лох развод на рынке России. Но, прочитав внимательно его страничку, я увидел, что ниже он начинает продавать какой-то свой продукт. Какая-то своя добавка в масло. Которая стоит тоже немало денег. В связи с чем я понял, что парень просто-напросто ведет нехорошую конкурентную борьбу. Пытаясь какой-то другой продукт унизить. Свой поднять. Но мы нейтральная сторона. Сейчас что мы сделаем? Данные автомобили ни разу не ездили на продукте MPG. Мы сейчас подъезжаем на заправку. Доливаем в каждую из трех машин полный бак, так, чтобы было видно. Сбрасываем счетчики на ноль. И двигаемся в сторону Москвы. Проезжаем в одну сторону 100 километров. В другую сторону 100 километров. То есть возвращаемся с одной и той же скоростью, не более 100-110 километров в час. В связи с чем это самый экономный режим, который может позволить себе автомобиль. Возвращаемся на это же место. В связи с чем у нас получается, грубо говоря, 200 километров пробега. Мы заправляем опять полный бак до горловины, чтобы было видно топливо. В связи с чем мы замеряем самый точный расход топлива каждого автомобиля. Если мы ошибемся, то максимум грамм на 10. В связи с чем мы сразу же в эти полные баки добавляем добавку. В какую-то машину мы зальем жидкий буст, в какую-то мы добавим таблетку. И опять же по этой же самой трассе, по этой же самой дороге, с той же самой скоростью мы проедем опять 100 километров в одну сторону и вернемся опять сюда. И опять на том же самой заправке мы дольемся до полной, до горловины. В связи с чем мы узнаем, произошла ли у нас вообще экономия. Соответственно, если экономии у нас никакой не будет, то я во всеуслышание заявлю и выставлю этот ролик на YouTube, что данная хрень не работает. Но если мы получим хоть какой-то результат, потому что мы в принципе знаем, сколько наши машины кушают. И если мы получим результат, то, ребят, я буду использовать данный продукт. Так, Lada 2110, третья машина. Заправляем прям под горловину. Все, вот оно. Прям под жвак. Все. Номер К526ЕМ. Да. Ну так, друзья, мы заправили по самую горловину, о чем мы сделали видеозапись перед этим. Записываем пробег. Так, ну-ка поближе, давай. Ближе, ближе. Так, здесь про... Блин. Не вижу. 94 859. Так, 94 859. Вот. Нет, нет, это же... Подожди, подожди. И сбрасываем суточный пробег. Записываем. 94 859. Так, еще раз. Тойота. Пробег 222-966. Суточный пробег 251. Сбрасываем на ноль. Все. Тойоту обнулили. Ниссан. Двигатель 1.8. Бензин под полный бак залит. Трип. А. Суточный пробег сбрасывай. Сбрасывать вообще? Да, полностью на ноль сбрасывай. Сбросил? Да. Все, убери палец. Не видно ничего. Все, по нолям ставь общий пробег сколько? Общие. 212. 12932. Ты на меня застил. Все, друзья, сейчас мы записываем. 212, да? Да. Да, да. Отойте сюда, Женя. Против солнца. Все, друзья, заправились мы под горловину. Сейчас выдвигаемся в сторону Москвы. Двигаемся со скоростью 100-110 км в час. В одну сторону 100 и в обратную 100 возвращаемся на эту же самую заправку. После чего сделаем замер без добавки катализатора. Сколько расходует каждый автомобиль? Все, встретимся через 200 км. Итак, друзья, это снова мы. Значит, мы проделали путь, как я уже говорил перед этим. Мы выехали с города Белгорода. Проехали Курск. Сейчас практически возле Орла. Проехали мы сейчас в каждой машине. У кого, наверное, спидометры могут быть показания немножечко разные. Где-то колеса больше, где-то колеса меньше. Но не важно. Вот. Значит, что хочу сказать. Сейчас мы проделаем следующим образом. Среди с тем, что добавка биологически активная, MPG Boost, либо MPG Caps, должно добавляться перед заправкой. Соответственно, мы сейчас это все добавим. Бензинчиком разбодяжим. И дольем опять до горловины. Соответственно, бак полный. Посмотрим, сколько будет показывать бензоколонка топлива. И посмотрим на спидометр. Километраж. Соответственно, мы поймем, сколько проехало каждый из трех автомобилей. Я напомню, это Toyota, Nissan и ВАЗ-2110. Сколько каждый из этих автомобилей расходывало топливо без MPG Boost и без MPG Caps. Соответственно, без каких-либо активных добавок. Прежде чем их добавить, я хочу вам сказать, что, честно, по-русски, очко маленько жим-жим. В плане чего. Мы знаем, что про него говорят. Улучшает работу двигателя. Полностью динамика изменяется. Уменьшается расход практически до 30%. В связи с этим сразу становится вопрос. Когда я еду на своей машине в 92-м бензине, у меня расход, к примеру, 12 литров. А только я заливаю 98-й, соответственно, у меня расход немножечко уменьшается. Отсюда вывод. Октановое число выше, мощность чуть больше, расход, соответственно, меньше. То есть, в связи с тем, можно сделать предположение, что данный продукт тоже повышает октановое число. Потому что только с повышением октанового числа можно себе повысить мощность, понизить расход. В связи с этим, делая простые аритметические подсчеты, можно представить, что если сократить расход практически до 30%, то на что он превращает наш бензин 92-й в АИ-100 или тем более вообще АИ-105. Ну, извините, такое, как говорится, дерьмо свой двигатель я никаким образом не залью. Потому что колом станет, даже если японка выйдет, то России 100% прогорят и клапана, и поршня. По крайней мере, это мое мнение. Что мы сделали перед тем, как провести данный тест-драйв? Мы обратились в систему сертификации ГОСТ-Р. Федеральное агентство по техническому урегулированию и метрологии. И, соответственно, получили на данный продукт, вот, смотрите, продукт MPG Caps, MPG Boost, MPG Max Pro. Получили сертификат печати, все, ГОСТ, номер, серия, все это имеется. Получен сертификат качества, к которому прилагаются протоколы испытаний. Протоколы испытаний, печать имеется. Где? АИ-92 с MPG Boost, АИ-92 с MPG Caps и просто АИ-92. А теперь обратите внимание вот на эти цифры. Детонационная стойкость, то есть октановое число, составляет 84,6. То есть это регулятор 92. Знаете, что самое интересное? Получается, что у нас 92-й бензин с октановым числом 84,6, друзья. Соответственно, с MPG Boost, покажи, октановое число 84,8. То есть октановое число с MPG Boost увеличилось на 0,2 всего, что не считается практически никаким увеличением. MPG Caps 84,6. Соответственно, 84,6 у нас было без какой-либо добавки. Соответственно, можно сделать вывод, используя протоколы испытаний номер 81, и там 4,0, 33,50, и 79, 2,0, 33,50. Сделать вывод, что октановое число не повышается. Соответственно, вред своему двигателю мы не нанесем никакого. Поэтому я сейчас смело в вашем, грубо говоря, присутствии при съемке видеокамеры отключусь, подготовлюсь и буду добавлять. Значит, каким образом? Жидкий Boost я добавлю в ВАЗ-2110 и в Nissan. Да и не снимай, вы не снимали. Не надо? Темно. Темно номер 9. И MPG Caps я добавлю в Toyota. Соответственно, перед тем, чтобы она побыстрее растворилась, я ее сейчас на бумажке растолкую и в вашем присутствии все это проделаю. Так, друзья, обратите внимание, вот я сейчас с помощью шприца набираю двойную дозу. Почему двойную? Потому что производитель говорит, что первая заправка должна быть доза двойная. Бак у вас 2110, где-то в районе, ну, литра 40-45. В связи с тем, что 1 мл на 10 литров, то, значит, получается 45. Бак 4,5 мл, итого 9. Мы сейчас должны добавить в ВАЗ-2110. Если честно, как-то страшновато в таком количестве. Первый раз аж не по себе. Вот. Обратите внимание, чуть-чуть даже больше. Вот. Ровно 9 мл. Надо и блок поставить там. Не надо вообще. В вашем присутствии все это я выливаю в бак. Сейчас прикинь, иголка, как вылетит и в баке останется. Так вот, надо было снять иголку. Зачем ты с иголкой? Давай снимем. Понимаю, вот другое дело. Все. Все. Нету. Так, иди километраж сейчас. Сейчас мы добавим ее. На это куда? В Ниссан. В Ниссан. У тебя сколько? 54. Да, вот. Все. Все. Теперь мы MPG Boost добавляем в Ниссан. Хозяин Дмитрий Ниссана сказал, что бак максимально 54 литра. Соответственно, двойная доза. Это примерно 10 миллилитров мы должны сейчас залить в наш дорогущий Ниссан. Все. Так, переборщили. Вот. Ага, еще переборщили. Вот. Все. 10 миллилитров. Подожди, 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 подожди. Слушай, иголку, щелку. Вот. Все. Солярование. Все. Добавляем мы в Ниссан. Что-то я очкую. Я тоже. В машину то поехал. Все, вырубай. Нормально, что будет. Итак, друзья, смотрите. ВАЗ-2110. Мы заправили Boost. Так и запишем. Boost. На обычном 92-м бензине мы проехали. Обратите внимание. Давай я попрошу. Проехали 205 километров 200 метров. И 95 тысяч 0.64 общий пробег. Обратите внимание на стрелку бака. Мы ничего не добавляли еще пока. Будем потом снимать. Держи. Записываем. Да, да. 95-0.64. Суточный пробег 205.4. Все. Вот. Что-то другое дело. Так, друзья. Опять Nissan. Пробег 213-130, как мы и сказали. Нажми кнопочку. Кнопочку. Вон ту. Длинную палочку. Палочку. Вот эту. Ага. Вот. И суточный пробег 197.9, как мы и говорили. В Toyota мы будем добавлять MPG Caps. В связи с тем, что данная таблетка идет одна на 100 литров. Бак у меня примерно 52 литра. Если поджвак. То я буду высыпать целую таблетку. Конечно, немножечко переборщу. Наверное. Хотя вряд ли. Ну вот нет, нормально будет. Вот. Сейчас нам... А у тебя сколько бак? 10-60? Нет, не 60. Ну, у меня один раз что-то 53 с половиной влезло, когда я практически... 55, да? 55, да? Тогда ничего на это не случится. Так. Терять не надо. Для чего мы крошим ее? Дело в том, что хороший результат таблетка начинает давать после примерно 30 минут нахождения в топливном баке. То есть она растворяется полностью и начинает действовать. В связи с тем, что у нас времени нет, уже ночь, хотелось как бы и домой побыстрее приехать. Получается, что нам еще раз придется заправляться и показывать уже расход непосредственно с использованием продукта. И, соответственно, конечно, мы надеемся все-таки, что это не лох развод, а реально будет результат. Очень хотелось бы в это верить. Вот сейчас я вот это содержимое высыплю себе в бак. Давай, я подержу, ты откроешь. Так, аккуратно. Ну да. Давай, я не выключил камеру. Все, бензобак сейчас стоит. Согни ее хорошо. Бензобак открытый. Согни ее просто. Женя, у меня прям стоит. Сейчас заснять надо. Сейчас, сейчас, сейчас высыплю. Все, вот она в бензобаке. Да, да, вот это туда. Это я смою потом. Это мне проблема. Так. Все. Он стоит. Так, друзья, смотрите. А, Ниссан. Всем, наверное, видно. Серебристый цвет. Вот она топливо. 92-й бензин. Обратите внимание, сколько мы заправили. 14 литров 39 сотых. Записываем. Так, друзья. Ниссан мы заправили под жвак. Обратите внимание на полный бак. Спидометр Trip A, то есть суточный, мы сбрасываем на ноль. Все, он по нолям. Сейчас мы начинаем выдвигаться в обратном направлении. Заправили ВАЗ-21. 10 мы. 11 литров 97 сотых. Все, сейчас мы идем заправлять Toyota. Так. Так, друзья. Я надеюсь, всем видно. А, дай, ты вообще вот не туда светишь. Все, вот оно, видно, что плещется. О, видно, конечно. Все, поболтай. Да вот он, все. Не надо. Все, теперь заправили мы Toyota, в которую засыпали таблетку 14-98. Давай, на меня направляй. Ну так, друзья. Настал момент истины. Сейчас мы выдвигаемся в обратном направлении. Сейчас я тут... А, подожди. Мы же Toyota не записали, сколько у него пробега. Заправили 14 литров 98 сотых. Пойдем теперь в пробег. Что, здесь надо записать? Да, сейчас пробег заправим. Вот, смотрите, друзья. Общий пробег у Toyota 223-166. Четко было видно. Да, видно, видно. Когда близко, она мутно сначала. И 200 километров 1 метр. 100 метров. Машина проехала. Итак, записываем. Записываем. 211. Получается одинаково примерно, да? Да. А у меня меньше. У меня объем меньше. У нас 236-166. 6 литров считаем. Все, пробег записали. Сколько мы заправили, записали. То есть, средний получается, грубо говоря, 200 километров. Почти 15 литров, да? Ну, ты сейчас сразу скажи, сколько Toyota, сколько? Получается Toyota на 200 километров съела 7,5 литров. Правильно? Да. Правильно. Здесь тоже почти 200 километров. Почти, ну, где-то 7 и 7. 7 и 7. А у вас 2110. 6 литров. Получается 6 литров. Вот, друзья, какие цифры у нас получились без каких-либо добавок. Сейчас будет добавок. Сейчас мы возвращаемся обратно тем же самым маршрутом. И на заправочке заправимся таким же самым образом. И измерим точный расход уже непосредственно с продуктом. Ну, надеюсь, будет все-таки результат. Включил? Да. Итак, друзья, смотрите, еще что хотел показать. Двигались мы. Это, как вы знаете, на Vittel. Я сбросил датчики. Обратите внимание, максимальная скорость у нас была 116,5. Дошли мы все дружно. Включил я его, конечно, попозже. Поэтому километраж можете не смотреть. Я имею в виду, что по скорости. А то кто-нибудь потом скажет, что мы гнали 140 километров. Расход специально увеличиваю. Сейчас я на ваших глазах опять сбрасываю. Сбросить все датчики. Опять максимальная скорость по нолям. Время в движении. Путь 0 километров в час. Все. И продолжаем движение. Итак, друзья, проехали снова мы 200 километров в обратную сторону. Сейчас стоим на заправке. И момент истины. Первую заправляем Toyota. Также 92-м бензином. Как видим, уже все. Бак под горлышко. Все. Дальше уже лить некуда. Все. Вот он бензин. Сделай так, что это ловит. Да у меня вон в машине лежит. Пробую плохо видно. Вот, сейчас видать. А, вон видно. Все, вот он бензин. Все. Угу. Меня больше не улазит. Так, здесь. Все, нет, не выключай. Не выключаю. Это пробежать. Сколько? Литров сколько. Итак, слезло 1196. Подожди. 1196. Что, видно? Так, теперь пробег пошли. Да, видно. Видно. 1296. Пробег составляет 199,3. Не хватило буквально 700 метров. Общий пробег 223-366. Как видим, опять бак поджвак. Так, друзья. Вот он бензин. Прямо в горлышке. Ну, и не качали. Ниссан мы заправили. 92-м бензином. Бак. Да. Пробег. Ой, залили. 14-10 влезло. Пробег. Иди там, там. Сделай еще чуть-чуть. Давай. Пробег на Ниссане составил 196,5. Сейчас общий пробег составляет 213-326. Дима, ну, сейчас нажимай. Да. Итак, друзья. Заправляем третий автомобиль. ВАЗ-2110. Все. Бензин под жвак. Серосиловый кислот. Практически еще пока бьется. Но метку мы помним. Все. Вот. То же самое. Залились. Не-не-не-не-не-не. То же самое. Да он виднее ниже. Плюхнется. Не-не-не. Нет. Мы в то, что в прошлый раз машину не качали. Я жалю. Еще-е-е-что. Нет. Тогда нужно было в прошлый раз тоже машину качать. Держать уже 10-30. Вот мы вот этой кругленькой. Все. Вот. Вот теперь точно. Вот так. Заправили мы. Сюда-сюда-сюда. Дальше. Заправили. 10-67. Пробег. Пробег. Да, смотри. Итак, друзья. Наш пробег на ВАЗ-2110 составил 206,7. Общий 95. 206,7. 95. 271. Итак, друзья. Значит, на заправке вернулись мы уже, проехав почти 200 километров. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Уже непосредственно с продуктом MPG. Значит, напомню, что ВАЗ был заправлен бустом. Nissan был заправлен бустом. Toyota была добавлена таблетка Caps. Все, как показано и указано в брошюрках, в двойном количестве. Значит, хочу показать вам. Да что ж ты. Хочу показать. Значит, скорость мы возвращались, превысили буквально по сравнению с тем проделанным движением на 1 километр буквально. Вот. Что говорит о том, что мы ничего не превышали. Средняя скорость осталась та же. Вот. Теперь, что хочу сказать по поводу работы данного продукта. Значит, смотрите. Когда мы тестировали без продукта, ВАЗ проехал 205 километров и 0,4 на 11,97. Что составило 5,82 литра на 100 километров. С продуктом ВАЗ-2110 проехал 206,8 километра на 10,67 литра бензина 92-го. Пробег составляет 5,1. Соответственно, расход у нас уменьшился на 700 грамм с первого бака. В принципе, результат, как говорит производитель с первого бака, может быть вообще не быть результата. Следующий. Ниссан. Получается, что Ниссан проехал 200 километров, извиняюсь, 198 километров на 14,39. Расход составил 7,3 километров. Соответственно, на продукте проехали 197,5 километров на 14,10 километров на 100 километров. На сотню расход с продуктом составил 7,1 километров. Соответственно, всего лишь 200 километров. Возможно, буст для Ниссана не подходит. Можно будет поэкспериментировать с таблеткой КАПС. Тойота. Значит, на Тойоте проехали мы 198 километров на 14,39 литра. Соответственно, на продукте проехали мы 199,3 километра на 11,96 литра. Расход составил 6 литров на продукте и 7,3 литра без продукта. Соответственно, Тойота сэкономила литр и 300 грамм. В принципе, с первого бака это результат просто превосходный. Если честно, уважаемые друзья, я думал, что продукт работать не будет. Честное слово, думал, не будет. Но результат налицо. Я думаю, теперь я со всей уверенностью могу сказать. Ребята, продукт работает. Машина чувствует себя совершенно по-другому. В принципе, практически километров через 40 я почувствовал, что двигатель стал работать тише. Тяга появилась небольшая. В горочку, где я мог подниматься на тахометре где-то 2,800-2,900 тысячи, я начал подниматься 2,100-2,200. Те же самые горки, на которых мы ехали без продукта. Поэтому желаю всем успехов. Рекомендую, так как сам уже испытал, пользоваться данным продуктом. Сертилификат качества, выданный нам госстандарта, говорит о том, что октановое число не повышается. Соответственно, ничего с вашим двигателем, кроме хорошего, не случится. В конце данного ролика я добавлю свой скайп, если будут у кого какие-то вопросы, номер телефона. Если кто-то захочет заказать данный продукт, я просто объясню, как это сделать напрямую у поставщика, то есть непосредственно у производителя, а не брать у дилеров, которые продают банку бутылку Буста по 60 долларов. Ее можно, так же, как и я сделал, заказать за 30 долларов и доставить ее тебе прямо домой. В самом низу ролика я укажу сайт, на котором вы также можете самостоятельно выйти, заказать данный продукт. Удачи, успехов, всего доброго!